Привет еще раз. Привет. У тебя есть стартап, у тебя есть аутсорсинговая компания, есть там нетворк стартаперов. Ты этот нетворк как-то конвертишь в лидов своей аутсорсинговой компании? Да. И как ты это делаешь? У меня нет никакого волшебного, волшебной палочки в данном случае. Это отношения, которые превращаются в лидов. Я тебе больше скажу, мы за счет того, что я поработал асосией там в Текстарсе, мы поработали с 8 из 14 стартапов во всей когорте. Это очень не хреново на самом деле, чисто вот с численной точки зрения. Поработали вы им что-то делали отсюда? Да. То есть, ну грубо говоря, в том стартап-комьюнити вы на каких-то приседах берете себе клиента, делаете ему MVP или как-то работает? Ну там в большинстве случаев это не были полноценные MVP, это была помощь из серии типа чуваки, мне нужны там от вас разработчик на 2-3 недели, который мне сможет закрыть вот эту конкретную проблему. С некоторыми из них мы продолжаем работать до сих пор. То есть, это зависит очень от клиента, от тех задач, которые они ставят. То есть, это лично, ну личный твой нетворк, просто вы познакомились, классные пацаны. На самом деле, это не совсем, что просто мы познакомились, это сам тот факт, что я был в этом всем процессе вместе с ними. Они знали меня, они доверяли мне и на этих отношениях строились уже дальнейшие. То есть, они знали, что у меня есть компания, которая может им помочь. Ну, соответственно, когда они искали какое решение этой проблемы, они приходили и спрашивали, ты можешь с этим помочь? Я говорю, да, мы можем с этим, но с этим не можем. Там кому-то, по-моему, даже тебе я кого-то отправлял из них, потому что мы с ними не могли никак помочь. Хорошо, спасибо. Тоже вопрос из разряда стартапа-аутсорсеры. Когда стартап получает инвестиции, он идет нанимать людей к себе в команду, правильно? Что же делать бедным аутсорсерам? То есть, они к ним обращаются вообще, к стартапу с деньгами или все так, как вот говорят? Плакать и кусать локти. Мы так и делаем обычно. Ситуация следующая. Инвестора не любят аутсорсеров. Они не любят аутсорсеров по той простой причине, что аутсорсер не включен в стоимость компании, по сути. Он не является стафом компании. Значит, valuation компании меньше. Причина номер один. Причина номер два. Чем дольше вы работаете с аутсорсером, тем выше риск, тем больше знаний обретает аутсорсер в продукте, который вы разрабатываете, тем выше для них риск его ухода. То есть, они должны иметь более четкая контроль над этим. То есть, они такие достаточно контрол-фрики становятся. Третья угроза — это интеллектуальная собственность. На более ранних этапах стартапов миллион раз уводили идеи и продукты в том числе. Аутсорсеры нечистоплотные. А есть вообще такие, не знаю, может быть, истории какие-то оттуда в плане партнерства украинской компании со стартапом и дальнейшее развитие отношений. Да, только это не рассматривается как аутсорсинг партнерства, так сказать. Это скорее своего рода открытие представительства той компании здесь. Вплоть до того, что открывается юридическое лицо, которое является дочерним юридическим лицом стартапа. Ну вот в таком случае они уже кое-как контролируют происходящий процесс. По крайней мере деньги там от себя платят. А с аутсорсерами черт его знает сложнее. Ну можно же посмотреть там. Смартлинк-то работает как-то? Работает. То есть варианты есть. Вова, а можно я так задам тон на несколько вопросов сразу, Женя? Давай, жги. Спасибо. А вот первое, начну с чего. Насколько вы в такой плотной конкурентной среде вообще работаете? Вот в вашем стартапе. У вас по-простому конкуренция плотная или нет там? Классный вопрос. У нас ситуация следующая. У нас плотная конкуренция выше нас по рынку и ниже нас по рынку. А в том рынке, где мы находимся, конкуренция достаточно низкая. То есть на, прости перебиваю, на ЦА, на которое вы таргетируетесь, там пусто? Да. Ну не пусто, а практически пусто. И причин для этого следующие. То есть, ну, во-первых, об этом рынке никто сильно не задумывался, что там вообще такие проблемы могут быть. Он сам по себе такой слегка сложноватый. Во-вторых, конкуренты, которые решили заходить на этот рынок, они пошли снизу вверх, как и многие другие стартапы. Они взяли нижний сегмент компаний, они будут расти вместе с ними. То есть если они правильно все сделали, то они выйдут на уровень нашей целевой аудитории через 4-5 лет. И это классная для них стратегия, только мы там уже будем. Только вы пошли на опережение. Когда они столкнутся. Понятно. Второй вопрос. Вот в оценку, насколько я себя понимаю, в оценку капитализации той или иной компании входит также, ну, назовем это, репутация. И вообще есть ли какая-то культура, политика по соблюдению и управлению репутацией. Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Если есть такое понятие, как репутационные, скажем так, риски, угрозы, войны, атаки и так далее, то есть есть в голове какие-то в памяти примеры свежие, просто расскажи, как это происходит. Спасибо. Спасибо тебе за вопрос. Знаешь, как так, с одного предложения не ответишь, но попробую. Значит, есть, в отличие от того, что происходит у нас, как мне кажется, там значительно более прямые и искренние люди. Причем это как инвестора, так и стартаперы. Это не от хорошей жизни, не от того, что они такие хорошие. Это просто потому, что эта система работает именно таким образом. То есть, например, есть правила. Если у тебя есть инвесторы уже какие-то, то ты раз в месяц пишешь этим инвесторам письмо с отчетом о том, что у тебя происходит. Инвестор апдейт. Если ты в этот инвестор апдейт включаешь только какие-то хорошие вещи, которые у тебя происходят, а плохие скрашиваешь или убираешь, то ты очень-очень быстро потеряешь доверие своих инвесторов. Они сразу поймут, что что-то не так. Там все живые люди, там все как бы индустрии постройки стартапов живут уже много-много лет, они все понимают, что бывает… Блин, нельзя же на камеру ругаться. Бывают нехорошие ситуации. И вопрос не в том, что у тебя этих нехороших ситуаций мало или много. Вопрос в том, как ты из них выходишь. И насколько честным и искренним ты при этом остаешься. Это один момент. Второй момент. Инвесторы очень опасливо относятся к людям, которые скрывают свою истинную сущность, и они это видят очень четко и понятно. То есть там вопрос эмоционального интеллекта выходит часто на первый план. Они ожидают от тебя личной искренности на вопросы какого-то такого персонального характера, будем так говорить. Они должны тебе лично доверять, понимать, что они могут с тобой дружить. То есть какой-то клик должен быть в этих отношениях. Только тогда они в тебя инвестируют. Потому что при прочих равных, инвесторов много, грубо говоря, ты пошел к некоторой кучке из них. Если у тебя вменяемые показатели роста, и они заинтересованы в этой индустрии, то между тобой и твоим конкурентом они выберут того, кому они будут больше доверять в итоге. Потому что в итоге это все равно все сводится к человеческим отношениям. Как бы ты через это все не шел. С другой стороны, есть такой интересный момент. В американской культуре, если ты облажался, то ничего страшного в этом нет. В отличие от, например, некоторых европейских культур, где если ты начинаешь бизнес, тебе надо его доводить до успеха хотя бы какого-то. Иначе ты теряешь серьезный авторитет. Но в Штатах этого нет абсолютно. Более того, ты приходишь и говоришь, ребята, у меня было там 5 компаний и 2 экзита. Это не красный флаг для них вообще. Ну, казалось бы, у тебя 2 успешные компании из 5. Вообще, чувак, ты ничего не умеешь почти. Нет, ничего подобного. Они с интересом спросят, что произошло с остальными компаниями и как ты обрабатывал эти ситуации. И это скорее будет плюсом в том, что ты не сказал просто о том, что у меня было 2 экзита и все. Так более, скажем так, показывать свою уязвимость для них это очень хорошо. Спасибо, Женя. Можно дальше? Вот начали говорить о конкуренции. Вот эта вот работа по конкурентному анализу, так назовем, и она, понятно, всесторонняя такая, должна быть комплексная и так далее. Как она у вас… Я уверен вот на 110%, что она ведется во в том или ином виде, и это важная часть вашей работы. Как вы это делаете хотя бы в общих чертах? То есть какие подходы? Команда, не команда или отдельные люди? Или… Ничего особенного я, наверное, на эту тему не расскажу. По той простой причине, что наш конкурентный анализ это, а, поиск в Гугле, б, прикидывание кирпичом и запрашивание демо у наших конкурентов на то, чтобы посмотреть, что они там на самом деле делают. И опрос фокус-групп на тему того, чем они пользуются, как они пользуются, какие у этого преимущества. Никакого там изобретения в этом процессе у нас нет. Возможно, еще у кого-то вопросы? А можно вот про фокус-группы? Ну, конкретно, как это происходит? То есть вы… Окей, конкретно, очень конкретно. У нас была фокус-группа буквально две недели назад. Мы собирали вот тех самых рабочих лошадок из отделов дебюторской задолженности. Мы прошерстили LinkedIn по нашей целевой аудитории, нашли этих персонажей, предложили им 100 баксов за то, что они проведут вечер с нами. Они пришли к нам в офис, мы подготовили вопросы, задали им эти вопросы, обсудили появившиеся в соответствии с этим вопросы. И потом после этого сделали какие-то определенные выводы из того, что мы услышали. Когда мы делали фокус-группу с CFO, это уже более серьезные товарищи… По тысяче. Что-что? По тысяче за вечер. Не-не-не, там не по тысяче за вечер. Мы их просто вытащили на ланч. Ну, там вылезли все в ресторан покушать. Покушали там вместе и все получилось. Спасибо. Еще вопрос теперь исходный, который был. Откуда берется идея в вашем случае? Как она развивается? Используете вы какие-нибудь шаблоны, типа там бизнес моделл, канвас, линканвас или какие-то подобные техники? Смотри, я тебе могу так сказать. Мы в этот рынок зашли вообще практически без идеи и решения, а только с точным пониманием того, что там есть проблема. А потом на основе исследований мы вышли на то решение, которое мы считаем эту проблему решает. Соответственно, дальше нам надо это подтвердить. Если подтвердится, то все хорошо, дальше масштабировать. Конечно, в этом процессе используются все там тулзы, которые возможны, в том числе и бизнес моделл, кенвас и все, что хочешь. Единственная ситуация, что тот же канвасик у нас менялся раза четыре в процессе, потому что менялись бизнес модели, менялись модели прайсинга, менялись рынки, на которые это ориентировалось в течение года, который существует стартап. Но я к нему присоединился там только недавно, пять месяцев назад. Женя, что можешь сказать о… Есть ли вообще какая-то разность, я не знаю, ментальная и в культуре работы и подобном между разработчиками тех, которых ты в Штатах встречал, и тех, которые… Ну вот здесь там, я не знаю, у нас, среди нас, у тебя в команде, в других аутсорсовских компаниях, и так далее. В общем, все-таки, на твой взгляд, такие основательные, значимые отличия. Я просто приведу пример. Вот последний раз, когда встречался с интересным человеком-разработчиком, который из долины, папа работал в HP, мама в Apple, двоюродные братья сейчас в Apple, парню 22, он синер-разработчик и так далее, у него… он работает там по рейту 120 долларов в час в нескольких компаниях, еще успевает свои проекты пилить и так далее. Очевидно, что человек как бы очень высокопродуктивен, и к тому прочему, раз у него столько как бы коммуникаций замкнуто на нем с разными продуктами, клиентами и так далее, очевидно, что он еще очень коммуникативен и вообще знает, чего делать, как расходовать свое время и так далее. Но это мой вывод, это мне так показалось, что какой-то уровень инфантильности, если так можно сказать, не в плохом смысле слова, да, он там был пониже, более не такие прагматичные, настроенные на результаты и так далее. Вот что ты скажешь по этому поводу? Спасибо. Я, наверное, с тобой соглашусь во многом. Там, смотри, несколько моментов. Во-первых, представим себе ситуацию с американским типичным программистом. Американский типичный программист средний, он, в принципе, зарабатывает, ну, где-то около того же, что зарабатывает там неплохой менеджер или там работник, я не знаю, бухгалтерии или что-то в этом роде. Ну, не может, не бухгалтерии, но какой-то. То есть там разница зарплат с зарплатами всех остальных людей не такая большая. Такие точно так же, как и ожидания от этой зарплаты. И в начале своей жизни эти товарищи набирают определенных кредитов. Например, ну, пошел ты поучиться в MIT, вот так раз, и у тебя 150 тысяч долга, а тебе их отдавать в ближайшие там 10 лет. Соответственно, у них значительно более высокая мотивация на то, чтобы эти деньги зарабатывать и повышать эти свои рейты. А теперь посмотрим на украинского программиста, который, как только он начинает зарабатывать больше полутора тысяч долларов, в общем-то, даже не знает, куда эти деньги тратить. Или начинает становиться хипстером, и все остальное с этим связано. К сожалению, правда, у наших людей нет… Скажем так, я по себе могу сказать, просто я когда рос, да, у меня… Мы жили в очень небогатой семье, очевидно, как и многие, наверное, здесь присутствующих, и там мама, учитель, папа, врач. И я, наверное, даже у себя в голове не сильно мог представить, что я когда-то буду там зарабатывать. Ну, потому что то, что я видел, это вот мои родители, да, где-то сильно больше этого. А когда ты начинаешь это делать, то уровень твоих притязаний и желаний, он на самом деле достаточно ограничен. То есть ты не видишь дальше своего вонуса. Соответственно, ну нафига ему напрягаться? Если он может сидеть в этой прекрасной аутсорсинговой компании и практически ни черта не делать на каком-нибудь большом проекте и зарабатывать свои там две, не знаю, или с чем-нибудь там еще тысяч, то тысяч, зачем? Вот. Это один момент, отвечая на твой вопрос. То есть я даже где-то близко соглашусь. Второй момент относительно стартапов. Нельзя сравнивать тех, кто работает в стартапах там он-сайт и тех, кто работает в стартапах удаленные из аутсорсинговых компаний. Тяжело сравнивать. Почему? Потому что командная работа вот в одной близко приближенной компании, там даже три средних таких программиста, работающих вместе, которые вместо того, чтобы идти домой, идут куда-то пить пиво вместе и фигачат по ночам, потому что их интересно, их придет, они будут более эффективны, чем команда из пяти аутсорсеров. Проверено. Именно это одна из причин, почему они, собственно, и не хотят на аутсорс ходить. Вот. Поэтому как-то так. Опять же, те вещи, которые я сказал, они не распространяются на всех однозначно. То есть есть люди, которые способны с более высоким эмоциональным тем же интеллектом или с пониманием ответственности, отношения к работе. Они будут работать хорошо и тут, и там. Как-то так. У меня вопрос про ваш стартап. Я, как я поняла, еще продукта нет, правильно? Есть первая версия продукта, на нее сажаем первых клиентов, вторая версия продукта пишется. Вопрос про маркетинг. Что вы делаете и насколько вообще это важно для инвесторов? В данном случае ничего, потому что это в данном сегменте это прямые продажи, прямые интерпрайз-продажи. То есть мы будем приступать к маркетингу через пару месяцев, когда подпишутся несколько клиентов, и у нас немножко освободится ресурс для этого. Пока толком ничего. У нас есть сайт и все. Скажем так, если ты просто показываешь трекшн на сайте, а продаешь при этом софт, который к этому сайту никакого отношения не имеет, то это значительно менее важно для инвестора. Инвестору важен определенный трекшн, но трекшн, относящийся к твоим бизнес-показателям. Если у тебя SaaS решение, которое ты через этот сайт продаешь, то понятно, что трекшн по сайту это очень круто. Если это просто сайт-визитка, то так, не очень круто. Они больше на продажу будут смотреть. Спасибо. Еще вопрос по поводу инвестиций. Если убрать, ты говорил уже про личностные характеристики, что это больше всего влияет на инвестировать или нет стартап. А что еще влияет в плане сейчас? То есть какие технологии пользуются, наверное, самой большей популярностью? Какие бизнес-модели? Вообще куда идет мир? Не, вряд ли я на это отвечу. Так уж вот прям слишком широкий вопрос. Но попробуем. В Штатах, во-первых, давай так. Я не говорил, что как бы личный контакт это самое важное в принятии решения по инвестициям. Ни в коем случае. Они в первую очередь все-таки смотрят на показатели компании и на команду. По второй части вопроса. Очевидно, сейчас есть трендовые технологии, которые там в хайпе находятся. Это там Big Data, Artificial Intelligence, чат-боты, вот это все. Вот, но этот хайп будет спадать скорее в ближайшие несколько лет. Поэтому не факт, что там будут инвесторы. А на самом деле инвесторов в разных бизнес-отраслях огромное количество. То есть там есть фонды, специфически нацеленные на, допустим, финансовую индустрию, на маркетинг, на какие-то консюмерские продукты, на e-commerce и так дальше. Их там в каждой индустрии хватает более чем. То есть, скажем так, менее важно сейчас делать что-то модное, чем делать это хорошо. Make sense? Женя, еще два вопроса. Давай. Ну, во-первых, мне вот так лично, да, персонально показалось. То есть вот пару лет назад, мне кажется, что стартапов, которые целились на такой, ну, масс-консюмер-маркет, их было, ну, не то, что было, я не знаю, больше или меньше, да, но они, мне кажется, пользовались популярностью в СМИ, а мне кажется, раз они пользовались популярностью в СМИ, значит, где-то там, ну, не просто так, как бы они популярны, о них говорили, да. То есть есть ли какой-то shift, какое-то изменение все-таки в создании стартапов, которые, ну, вот на enterprise того или иного размера, да, и спадает, просто твое мне интересно персональное ощущение, спадает ли спрос и желание делать вот это вот на масс-маркет, эти еще социальные сети, ну, и прочее, прочее, прочее. Я второй вопрос задам потом, если можно. Спасибо. Хорошо, смотри. Логика очень простая принятие решений. Если со своей идеей и своим подходом ты можешь продвинуться вверх по маркету, с консюмерского уйти на enterprise или хотя бы на midsize, то ты это делаешь. То есть вот модные консюмерские приложения серии там новых инстаграмов, снапчатов и всего остального, это больше туда в долину. Я как бы по восточной части ориентируюсь более вменяемо. Но даже если… Возьмем пример слайка, например. Если это заходит как мессенджер для совсем маленьких команд или одиночек, или если бы они начали заходить с мобильного, как делал там ватсап и все остальные, там было бы очень мало шансов на успех. Ребята поняли, есть дырка в интерпрайзе, пойдем-ка мы в midsize enterprise и поработаем там. И очень хорошо, успешно туда зашли. Те же решения, вот мы в нашем стартапе приняли то же самое решение по большому счету. Мы работали на микробизнесах до трех миллионов, а потом посмотрели наверх по маркету, смотрим, а там та же проблема. А чем мы здесь тусим? Вверху всегда больше денег. Чем выше идешь, там всегда больше денег. Эту тенденцию хватает всех, кто может ее схватить на самом деле. Спасибо большое за ответ. И я с прошлого понял, что вот execution важен, да, и движение важное. Вот вы меняетесь в процессе, там можете менять цель, расширять ее. И второй вопрос вот насчет хайпа. Насколько я понял, ты говоришь через пару лет, ну вот хайп, который мы все знаем, да, big data, там machine learning и так далее, и так далее. То есть, ну ты так упомянул, что возможно он будет спадать, и почему. Я вот хочу еще спросить, да, дополнительное мнение. Вот последнее, что попадалось в глаза, речь идет в следующем. То есть есть там четверка, пятерка самых крупных компаний, там Apple, Google, Alphabet и так далее, которые заинтересованы вот в этих технологиях, хотят приобрести как бы IP как можно раньше. Да, при этом они скупают, то есть происходит acquisition стартапов еще до того, как рынок вообще созрел и создался. То есть решений еще нет. Я так могу предположить, что они покупают команды, и даже, ну они покупают вообще еще непроверенные гипотезы, но просто людей, которые начинают проверять эти гипотезы. Да, ну и у меня вопрос является ли это причиной того, что ты говоришь, что хайп будет спадать, потому что действительно эти технологии, мне кажется, со временем будут доступны все меньшему числу людей, и происходит консолидация рынка еще до того, как рынок в принципе произошел, состоялся. Спасибо. У тебя там два вопроса получается по поводу, собственно, хайпа и спадания вот этих штук, и во второй вопрос по acquisition, ранним acquisition от больших игроков. Там у меня вообще интересная точка зрения. Они не нуждают, я не думаю, что Google, скажем, как пример, сильно нуждается в технологиях, которые может предоставить ранняя команда. Поэтому они фактически покупают команды, и эти команды потом там дальше чего-то им дорабатывают. Мое такое видение. Ну и плюс, возможно, уничтожают конкурентов. Просто по той простой причине, что пока они еще не вышли на нужный уровень рынка, любой из мелких, они более… Стартап, он чем отличается? Это единственное значительное отличие от интерпрайса. Он значительно более подвижный. Он просто быстрее выскочит, быстрее выстрелит, и теоретически может Google обыграть в определенных позициях, если все сложится хорошо. По поводу хайпа. Ну, это же стандартная штука по Гартнеру, да? То есть они все… Любая технология проходит через это. Сначала все в восторге о том, как это классно, потом все доходят до верха восторга и начинают понимать, что там не все, во-первых, так просто, а во-вторых, практических применений для этих вещей не так много. И вот от этого идет спад. Вот эти несколько лет пока ищутся правильные практические применения и плоскости, в которых это можно применить, а также те рынки, на которые готовы за это платить. Вот это идет спад. А дальше оно выходит на хорошую, ровную, красивую, прямую. То есть мне кажется, сейчас как раз тот этап, когда ищутся те применения правильного artificial intelligence, чат-ботов и же с ними, когда они выйдут на оплачиваемое использование на enterprise уровне. Можно еще, да? Да. Раз можно еще туда. Хорошо. Вот если продолжать, да, вот твоя точка зрения, ну, во-первых, на IBM Watson и если… Ничего про них не знаю вообще. Окей, хорошо. Я тогда чуть шире задам вопрос. То есть если у вас вообще нужда, необходимость, вот я не знаю, может, в проектах там в вашем стартапе, который вы делаете или у соседей, так назовем, те, кто тоже в акселераторе, использовать какие-то решения вот от таких китов, как IBM, Oracle, Microsoft и так далее. То есть есть ли что-то, без чего вы не можете обойтись, что вам нужно для решения вашей проблемы? Ну, я не могу вспомнить какой-то сервис, который нам прям вот нужен-нужен, и мы его сами не можем написать. С другой стороны, у любого интерпрайза, который ты придешь в Америке, они все, что могут отдать на SaaS, они все отдадут на SaaS. Все же они могут отдать на аутсорс, они отдадут на аутсорс. У них с этим все очень просто. Поэтому там наверняка этими вещами пользуются. У вас же SaaS решение, правильно? По подписке. В B2B? Да. А вот примерно вы уже прикидывали средний чек, то есть вот по вашей SaaS? Мы еще не определились до конца со схемой прайсинга, которая зависит от многих факторов. Во-первых, вовлеченности нашей сервисной команды в процессы, она там есть. И как только у тебя появляется сервисный компонент в SaaS решении, как он есть у Zenefis, у этих… Господи, там целый ряд платформ, которые решают определенные бизнес-задачи. Они кроме платформы предоставляют еще сервис. Так вот если вовлечен сервис, там совсем другая система прайсинга. Это не та подписка, где ты пришел, заплатил 39.99 месяц и типа пошел радоваться. Там скорее будет что-то типа цена за одного агента, которого ты подключаешь к этой системе, варьируется в зависимости от количества и размера инвойсов, которые тебе проходят через твою систему. Либо это цена, зависящая от общего ревеню, которая проходит через систему. Это самый оптимальный вариант, потому что если мы можем деливерить сброс среднего времени оплаты инвойса на определенное время, то мы полностью оправдываем некий процент от ревеню, который считается нашей типа лицензионной оплатой. Я понял, что еще много всего… С прайсингом там сложно, да, там реально… Ну все-таки понятно, что себестоимость будет меняться в зависимости от того, сколько мы сервисов будем привлекать, но на стадии, когда вы определяете каналы продаж, вы же должны прикидывать примерный LTV по клиенту, которого вы сможете привлекать, будет ли оно вообще окупаться. Смотри, в нашем случае LTV вообще прекрасен. Почему? Потому что наша система, как только туда ты заходишь, она становится очень стики, то, что называется, очень прилипучей, от нее тяжело избавиться. То есть мы пока рассуждаем на тему LTV чисто в теоретическом смысле, потому что у нас там только первые клиенты подключаются, но по нашим допущениям, ну черно вообще, чернрейта вообще практически никакого не будет. Потому что отказаться от нее очень сложно. Она как бы вставляется в инфраструктуру внутренних систем таким образом, что отрезая ее, ты отрезаешь полностью процесс сбора дебиторки. То есть, ну вот как-то так. Это одно из преимуществ, на самом деле, этого конкретного стартапа. Весь аккаунтинг, он же вообще очень консервативен. Ну как из всей компании бухгалтера всегда самые такие полскульные ребята. Есть Salesforce, который как раз middle segment закрывает практически все хотелки, которые там только могут быть. Получается, у вас путь будет через интеграцию с ними или… Salesforce – это только недавно ставшая ERP-системой, давай так говорить. Основные ERP-системы, которые используются… Это CRM, как в первую очередь Salesforce. Основные ERP-системы, которые используются на этом рынке, на котором мы смотрим, это Intact и NetSuite. Ну там еще SAP иногда подключается, Oracle и всякие вот такие вот товарищи. То есть это немножко другие игроки. И наша задача с ними интегрироваться, забирать у них данные и потом предоставлять функционал по работе с этими данными. Причем самый смешной эпизод из этого всего… Ну вообще смешной, я прям сижу, смеюсь, как видите. В том же NetSuite есть часть функциональности, которая автоматизирует те вещи, которые автоматизируем мы. Проблема только в том, что она там написана так сложно и так недоступно, что консалтеры, которые занимаются установкой и настройкой NetSuite, приходят и говорят, не, извините, мы не можем это сделать, мы пошли после двух недель попыток. Не говоря о том, чтобы это было интуитивно, понятно, использовано ребятами из отдела дебюторской задолженности, которые, как ты правильно говоришь, звезд с неба не хватают. Здравствуйте. Вот такие будут ревиальные вопросы по сравнению с которыми уже были. Например, есть идея, нужно проверить на релевантность. Сколько нужно получить одобрение от потенциальных пользователей, то есть это должны быть десятки пользователей, сотни, тысячи пользователей, чтобы понять, что эта идея жизнеспособна. Зависит от разношерстности целевой аудитории. Здесь уже как бы мат-статистика включается в полный рост. Это то, что называется репрезентативная выборка. То есть ты, когда работаешь с 10 людьми, это тоже может быть репрезентативная выборка, но у тебя будет высокая вероятность ошибки. Зависит от того, что это за идея, как она дальше работает. Чем больше ты можешь опросить, тем лучше, но в разумных пределах. Друбо говоря, если ты делаешь, не знаю, консюмерское приложение для абсолютно там среднего товарища, то я бы ввел речь о сотнях, скорее сотни около того. Если речь идет о B2B решении, то чисто из-за сложности того, чтобы опросить B2B, я бы сфокусировался очень жестко на вертикале некой в бизнесе и поработал там с 10-20-25 представителями из этой зоны. Этого было бы где-то достаточно. Там просто тебе сразу очень понятные тенденции станут. То есть наша фокус-группа, мы когда проводили ее, она меня там жестоко обрадовала. Первая фокус-группа у нас было 4 человека. 4. Мы плакали горючими слезами, потому что это не выборка, это не серьезно. Но когда эта не выборка стала говорить в один голос одни и те же вещи, стало понятно, что там есть тенденция. Дальше оставалось ее чуть-чуть подтвердить. А вот следующий вопрос. Я еще не новичок в этой стартаперской. Тусовке. Да. Скажем так, на основании чего собирать все данные? То есть, например, рассказывать потенциальному пользователю рассказы, либо презентовать ему макеты, либо показывать уже какой-то начальный прототип. На основании чего собирать данные? На основании минимального MVP или минимум viable продукта, который ты делаешь. Причем этот MVP на самом первом этапе может быть чуть ли не совершенно ручной работой. в том плане, что настолько мало технологий, насколько ты можешь в него строить на первом этапе, так и должно происходить. То есть, самое минимальное вообще, что ты можешь туда сделать для того, чтобы просто проверить, есть ли у них эта проблема и решает ли твое решение эту проблему. То есть, вот потратить на минимальное количество энергии твоя задача для того, чтобы выяснить. Еще такой вопрос. Какими, скажем так, необходимыми скиллами должны обладать нетехнические SEO? У нетехнического SEO, у любого SEO в стартапе есть две задачи. Первая задача – это поиск инвестиций. И вторая задача – это рекрутинг. Других задач у него нет. Все остальное от лукавого. Ну, это по классике, скажем так, по стартаперской, американской. То есть человек должен, во-первых, постоянно быть в контексте подъема инвестиций, прорабатывать отношения с инвесторами, а во-вторых, держать в голове, кому его нужно набрать для того, чтобы все остальные функции команды закрыты были. Еще вот последний вопрос. Например, как собрать вокруг себя команду? То есть если это технический SEO, то люди, программисты, дизайнеры, они, скажем так, сами, скажем так, создают тусовку и тусуются с техническим SEO. А вот как быть не технологом? Заразить их идеей, дать им видение. Когда есть идея, тогда есть видение. Люди, как это ни странно, но они, на самом деле это совершенно не странно, они отступают от материальных мотиваций, они заражаются определенным видением и определенным потенциалом этой идеи. То есть там нет ничего военного. Это опять же, нет серебряной пули. Типа вот есть такой способ, вот идешь к человеку, говоришь этот способ, и он начинает на тебя работать. Нет, так не бывает. Просто надо найти человека, который достаточно подходит тебе по квалификации, которого зажигает эта идея, и ему тоже любопытно, что из этого может получиться. Так вот как-то. Последний вопрос. Таких в общих чертах может абстрактно. Что такое корпоративная культура? И то есть, как я понимаю, это, скажем так, те неписанные правила, по которым, скажем так, живет и работает команда? Я даже с другого контекста зайду. Google недавно, ну относительно недавно, несколько месяцев назад, статью опубликовал насчет работы в командах. У них там были разные концепции, разные подходы, они экспериментировали с этим всем. Для них это очень важно, как работают в командах. Но итог, к которому они пришли, очень простой. Самым главным фактором успешной команды является ощущение психологической безопасности для участников этой команды. То есть, если простым совсем языком, если человеку в твоей команде комфортно, он не хочет никого убить из своих коллег, и не хочет оттуда убежать, и у него нет скрытых, неотвеченных для себя вопросов от руководства, то дальше все будет хорошо. Это рождает атмосферу в коллективе. Ну и второй главный фактор — это алкоголь. Но это уже не Google сказал. Спасибо. Женя, ты сказал, что со своим стартапом вы хотите быть единорогом. А куда идет вебинердс? А можно микрофон передать? Вебинердс к единорогам не дойдет, но к… Я не буду говорить какие-то конкретные цели, но мы идем в рост. Останавливаться пока не очень собираемся. В рост количественный и качественный в первую очередь, наверное, все-таки. Ну, мировое господство — это как результат просто. Я просто… В общем, у вас на сайте вебинердс написано, что вы работаете со стартапами для стартапов, что, в принципе, и понятно. Ты же там. Но вот вопрос по поводу стартапов. Ну, по-моему, вот это вся… Ты задевал тему там вот этих новых технологий в плане того, что там пузырь лопнет. По-моему, вообще пузырь всех стартапов скоро лопнет, и они будут не стартапами называться, но как-то по-другому, нет? Нет. Будет спад однозначно. Будет 2008 еще один. Но стартапы, как концепция, они живы уже не первые десяток лет. Они продолжат. Это просто принцип ведения бизнеса. Это просто, когда ты выходишь на рынок и растешь экспоненциально, вместо того, чтобы постепенно. Тем самым проверяя некие гипотезы. На самом деле я считаю, что это вообще совершенно… Стартапы сами по себе – это офигенно гибкая штука, единственная, которая защищает этот мир от полнейшего господства корпораций. По той простой причине, что ни одна корпорация не способна удержаться с этим пейсом, который стартап показывает. Это просто невозможно теоретически. Поэтому они сейчас даже не пытаются. Поэтому сейчас вся философия стартапа, ну вот эта индустрия сводится к тому, что ты берешь идею, ты выводишь ее на… масштабируешь ее, выводишь ее на классный уровень. После этого тебя покупает корпорация. Потому что корпорация – это на самом деле дешевле, чем пытаться эти штуки где-то сгенерировать внутри себя. Она у них не работает таким образом. Поэтому я не думаю, что сама индустрия вымрет. Возможно, вот что может произойти и произойдет почти наверняка. Уменьшится количество инвестиций в Штатах. Уменьшится почему? Потому что те фонды, которые там собрали по 50, по 100 миллионов и наделали глупых инвестиций, они попрогорают. И те, кто давал деньги на эти фонды, второй раз этих денег не дадут. Уменьшится количество фондов, но это не значит, что индустрия пропадет. Это просто значит, что чуть меньшая прослойка хороших стартапов будет эти инвестиции получать. Возможно, кто-то хочет задать один из последних вопросов. А можно примерно узнать формулу, по которой вы понимаете, что тот B2B проект, который сейчас занимаетесь, может получить миллиардную оценку? Да, формула на самом деле простая. В этой индустрии, в финансах, то есть речь идет о accounts receivable, accounts payable и всем остальном, там мультипликатор на данный момент 6,5. Мультипликатор означает, что… ну 6,5-7. Означает, что в случае экзита вы получаете в 6,5 раз больше вашего годового времени. Соответственно, для того, чтобы стать миллиардом, юникорном, нам надо получить годовую ревеню в 150 миллионов. Чтобы получить годовую ревеню в 150 миллионов, уже дальше считается, какое нам нужно количество клиентов, которые платили бы определенные суммы денег за этот сервис. И в принципе это достаточно легко раскладывается в план, в котором можно видеть, когда мы этого сможем достигнуть и что нам для этого нужно. Но в каждой индустрии эти мультипликаторы разные, как бы и дойдем мы до этого или не дойдем, непонятно, потому что есть вероятность, что экзит будет раньше. А где можно посмотреть эти мультипликаторы по отраслям? Понятия не имею. А откуда вы знаете? Обсуждали, кто-то мне ляпнул. Спасибо. Очень классная формула. Спасибо. А рейвеню. А рейвеню? А прибыльное сообщение учитывается? Учитывается, но подразумевается, что на этапе экзита ты уже прибыльный. Там есть нормы прибыли. Ну то есть если ты этим нормам прибыли не соответствуешь, то соответственно к тебе этот мультипликатор не применяется. Ну а вот нормы прибыльности для ваших технических задач? Я не вспомню сейчас, честно. У нас в бизнес-модели просчитана эта штука, но я просто не вспомню. Ну там порядочно нулей. Не помню, серьезно. Там же в проценте от рейвеню это все исчисляется. И не помню, серьезно. У меня два вопроса есть. Подскажите. Первое это что мешает другим крупным игрокам, которые уже существуют, просто повторить вашу идею, ваш продукт. И второе, проверяли ли вы жизнеспособность, действительно ли это помогает уменьшить дебюторскую задолженность? Нет. Тестировали. Спасибо. Первый вопрос. А ничего не мешает, кроме того, что если это большие игроки и они захотят туда войти, то им дороже будет это все делать, написать и заэкзекьютить, чем купить нас. По факту. Просто потому, что если это Enterprise, например, ну допустим возьмем какой-то Oracle, который возьмет такой, о, кусок рынка. Ну Oracle туда не пойдет, во-первых, потому что сверху вниз они обычно не ходят. Во-вторых, даже если пойдет, им это будет просто банально дороже. Второй вопрос, напомню, что было. А, да. Мы сейчас на самом деле находимся в стадии валидации того, мы проверяли жизнеспособность, что да, она уменьшает, но мы сейчас пытаемся понять, насколько мы можем уменьшить, потому что там разные проценты бывают. То есть вплоть до того, что мы встречались сейчас с одним CFO одной небезызвестной на самом деле компании. Это стартап в кулуарах, расскажу. Не хочу, чтобы на видео было. Он решал эту проблему путем слепливания в одну кучу Google Spreadsheets, Yesware, Boomerang, Salesforce и еще какой-то фиготы. Вот такой монстр у него получился, и этот монстр позволил ему за несколько недель сбросить DSO на порядка 30-40%. А мы этого вместо монстра мы это предоставляем как бы из коробочки. Вопрос у меня такой. У меня есть романтическая такая, я не знаю, идея, с которой вообще создавалась компания. Это перерасти из аутсорса в продукт. Я вижу, что какой-то путь у тебя в этом плане уже переломный произошел. Вообще, насколько это романтическая идея, действительно романтическая идея. Потому что я, честно, пока не вижу, он меня засасывает все больше и больше. И что у тебя такого произошло? А может, у тебя еще и не произошло? Может, ты еще не перешел полностью, не считаешь так? Но если произошло, то где был этот переломный момент? Ну, Вов, мне кажется, мы как бы все с этой аутсорсеры, с этой идеей носимся, с романтической такой прекрасной. Сколько я нас помню, у всех одна идея. И нет, я этого не сделал, потому что все, что я сделал, это сейчас немножко отделился от прямого менеджмента аутсорсинга и перешел в продукт самостоятельно. Поэтому я не сделал эту прекрасную идею. Но это не значит, что она невозможна. Ее делали много раз. Сейчас, правда, я не до конца понимаю, как именно это лучше всего сделать. По той простой причине, что мне кажется, фокус – это ключевое понятие в данном случае. Вот что ты будешь делать? Вот начнешь ты продукт, у тебя будет полкоманда сидеть делать продукт, а полкоманда аутсорсить. А потом у тебя закончатся деньги, у тебя будет вариант либо продолжить эти деньги зарабатывать, пересадив полкоманды с продукта обратно на аутсорсинг, либо уволить вторую половину команды, а первую уговорить работать за бутерброды. Вот. Просто если, по крайней мере, фаундерская команда из стартапа должна уходить на полноценный фокус на стартапе. То есть ты как CEO, если ты хочешь продуктироваться, то тебе надо на кого-то передать, на юли передать весь менеджмент и сказать, я пошел туда и поднимать инвестиции, собирать команду отдельно, взять с собой своего технического лида и тоже сказать им, что никаких больших аутсорсинг проектов. Только так. Ну мне так кажется. Я могу ошибаться. Еще вопросы? Жень, а ангельскими какими-нибудь инвестициями уже пробовал заниматься? Ну начнем с того, что я проинвестировал в этот самый проект. Ну сам стартап. А я все, я понял, прослушал. А кроме того? Не, я не говорил об этом на самом деле. Кроме того, я не особо этим занимаюсь, честно говоря, просто потому что ну это отдельный род занятий. Вот я когда, короче, стану седым и богатым, буду сидеть на своей вилле в Италии, тогда я буду заниматься ангельскими инвестициями. А пока я на яхту себе хочу насобрать. Понятно. Спасибо. Не хотите задать вопрос? Вон Макс хочет, да. Привет. Привет. Вова тут говорил, что он, как и ты, начинал заниматься аутсорсом с идеей того, что потом перерастет продукт. Насколько вообще затягивает аутсорс? Есть ли смысл идти туда, двигаться в этом направлении за каким-то опытом, чтобы потом развивать свой продукт? Может быть стоит сосредоточиться чисто на поиске какой-то идеи или команды или компании, чтобы заниматься уже продуктом? Слушай, смотри, я считаю, что аутсорсинг – это вполне вменяемый нормальный бизнес. Если у тебя стоит как бы ментальная задача построить вменяемый нормальный бизнес, который тебе будет приносить вполне хорошие деньги, аутсорсинг – это прекрасный вариант. Он низкорисковый, он надлительно ориентированный, и он на самом деле не самый сложный. Это не стартап. В стартапе ты носишься, ешь лапшу, живешь в палатке и носишься с глазами на выворот. Я считаю, что многому научиться для стартапа, занимаясь аутсорсингом, нельзя. Это я могу уже сказать из опыта, по выводам из тех, которые я получил здесь. То есть да, ты можешь подсмотреть, как твои клиенты, стартапы делают какие-то свои продукты. Украсть идею. Да. Это да. Но научиться многому, потому что там совсем как бы другая специфика просто. Возможно, еще последний вопрос. Нет? Хорошо. Все устали. Да, все устали. Мы можем завершать официальную часть. Спасибо всем за участие. Давайте Евгения поблагодарим за сегодняшний вечер. Спасибо.